Пикассо В Мельбурне у нас зима, холодно, дождливый день, а мы находимся в тепле, в хорошем помещении. Поэтому наши жители очень любят приходить в музеи, тут же можно и перекусить, мы тут заказали и то, и сё, и какие-то сэндвичи, и конечно Олег любит тортики, и я какао, я помню, какое мы пили в детском садике в Советском Союзе какао, какое это было вкусное какао, и тут я тоже заказала себе какао, ну почти такое же, как в Советском Союзе в детстве. И вот наконец мы попали на этот вернисаж. Я сейчас говорю это уже после общения с этими полотнами, с такими выходящими за все рамки нормальности, картинами, такими произведениями искусств. Твое сознание растворяется в этом все, впечатление остается сильное, об этом забыть нельзя. Ну вот мне интересно, например, рассказать о том, что другие люди говорят и думают про эти картины, про эти произведения искусств Пикассо. Вот, например, его внучка Марина Пикассо в 2004 году. Она так сказала, Пикассо – это гениальное чудовище и безразличный садист. Еще одно высказывание. Даглас Купер, историк искусств. Это нелепые каракули, нацарапанные полубезумным тупицей в преддверии смерти. Вот что следует сказать о них. Теоретик искусств Михаил Лившиц, 1963 год. Оправданием для Бальзака и Пикассо может служить то обстоятельство, что идеи, более глубокие и верные, осуществляются часто в очень уродливом виде. Франсуа Мариаб, писатель, 1963 год. Глядя на картины Пикассо, я всегда испытываю двойное чувство. Мне кажется, что он и гений, и лжец. Меня не останавливает ощущение, что я присутствую при покушении хитрого колдуна на человеческое лицо. Причем движет им ненависть к тому, что он изображает. Климент Гримберг, критик, 1957 год. Вся растопыренная и кривая Герника выглядывает как банальная сцена, по которой проехались дефективным катком. А наш Никита Сергеевич настоящим катком проходился по таким вещам. Вальдемар Жорж, критик, 1946 год. Пикассо, безусловно, гений. Но не является ли его иконоборческая ярость предвестником возвращения в темные века? Хосе Марио Силай, художник, 1946 год. Как произведение искусства, это одно из самых некачественных произведений, когда-либо созданных в мире. Семь футов на три фута чистой порнографии, вываливающей дерьмо на Гернику. Сэр Альфред Моникс, президент Королевской академии художеств, 1940 год. Да черт с ним! Он никогда не был хорошим художником. Он один из лучших политических интриганов. Джон Грехан, художник, 1937 год. Мне больше не нравится Пикассо. Но говоря на чистоту, он единственный среди современных художников, за чьи работы можно заплатить 5000 долларов. Другие не стоят аппетит. Александр Бенуа, художник, 1935 год. Часто творчество его производит впечатление того, что художник совсем утратил управление собой. И средневековый человек, не задумываясь, увидал бы в этом действие нечистой силы. Мне кажется, как раз в средние века люди писали красивые картины. Мне кажется, у них были талантливые. Они умели лицо человека писать. Карл Густав Юнг, 1932 год. Среди больных можно выделить две группы. Невротики и шизофреники. Первая группа рисует картины с глубоким и отчетливым чувственным настроением. Вторая группа, напротив, создает произведения, моментально выдающие их отстраненность от чувств. К этой группе принадлежит Пикассо. Константин Сомов, 1927 год. Художник. Каким он кажется поверхностным, деланным и ничтожным. Приходится мне часто спорить о нем. Фрэнсис Кравье Деркум, врач, 1921 год. Я видел работы сумасшедших, заключенных в психиатрические лечебницы. И я скажу, что рисунки этих безумных художников намного превосходят предполагаемое произведение искусства, которое я видел на выставке. Орден Стенхарт, 1922 год. Женщины становятся менее красивыми? Если нет, то почему многие современные художники делают женские фигуры тяжелыми, почти бесформенными, а их лица лишенными привлекательного очарования? Леопольд. Журналист. 1917 год. Геометрический Мазила и Пачкун Пикассо вылез на передний план сцены, в то время как талантливые художники смиренно ждут, пока их выставят. Сергей Булгаков. 1914 год. Когда вы входите в комнату, где собраны творения Пабло Пикассо, вас охватывает атмосфера мистической жути, доходящей до ужаса. Это удушье могилы. Николай Бердяев, философ. 1914 год. Пикассо – замечательный художник. Глубоко волнующий, но в нем нет достижений красоты. Он весь переходный, весь кризис. Георгий Чулков. Поэт. 1914 год. Картины Пикассо и иероглифы сатаны. Илья Зданевич. Поэт. 1913 год. Пикассо является потворствующим вкусом буржуа и художником той же складки, что и Матисс. Он – большой мастер, но вносит как раз те же разлагающие начало кабинетной работы, которая, собственно, и является ничем иным, как истинным академизмом. Анатолий Луначарский. Будущий нарком просвещения. 1913. Даровитый Пикассо. Беспокойно ищущая, но лишенная личности фигура. Весьма типичная для нашего времени жадных поисков оригинальности, при почти всегдашнем отсутствии оригинальности подлинной. Загнул. Фелисиен Фагю. Критик. 1901 год. Говорят, ему нет еще двадцати, а он пишет по три картины в день. Эта неудержимость для него опасна. Она может подсказать ему облегченную виртуозность. Слишком легкий успех. На выходе с выставки всегда присутствует магазинчик, в котором продаются всякие-всякие-всякие поделки. И сумки, и мартуки, и кружки книги, конечно.